Дисклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет! До стар! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. Во вторник, 3 октября, журналистов пригласили в Акимат Алматы после его реконструкции. Как вы помните, Акимат подожгли во время Кантара и он горел 4 дня. Канал Гиперборей на такие экскурсии не забудут, но я вам и так все расскажу. Сейчас начнем, а пока подпишитесь на канал Гиперборей, кто еще этого не успел. Нажимайте на колокольчик, будете получать уведомления о каждом нашем новом выпуске, не пропустите ни один. Ставьте лайки сразу, а то забудете. Пишите комментарии, размещайте ссылку на это видео в своих социальных сетях, чатах и мессенджерах. И я всегда благодарю вас за поддержку. Коп-коп, Рахмет. Огромное всем спасибо. В Исбергемиз мы делаем Гиперборей вместе. Послать донат легче всего через QR-код, который вы берете в левом верхнем углу вашего монитора. Как будто вы покупаете билет в кино, только цену ставите сами. QR-код будет висеть весь выпуск и вы сможете помочь каналу, не отвлекаясь от просмотра. Также можно донатить на номер телефона и номера банковских карт Халык и Каспий Голд. А зарубежные подписчики нам помогают по системе международных переводов в PayPal. Все эти номера и ссылки вы также найдете в описании к этому ролику внизу. Начинаем. С начала пожара Акиматы и до окончания ремонта времени прошло немало. Один год и девять месяцев. А теперь давайте вспомним, за какой срок обещали восстановить Акимат большие чиновники. 12 января прошлого года, сразу после Кантара, на заседании правительства, только что назначенный министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, рассказал, что в восьми регионах Казахстана было повреждено 53 административных здания и пообещал завершить ремонтно-восстановительные работы по государственным объектам до 20 февраля. Акимат Алматы – это тоже административное здание. Думаю, Каирбек Айтпаевич и сам не верил в то, что все здания госорганов можно отремонтировать за месяц с небольшим. Но на левом берегу Астаны главное прокукарекать, а там хоть не расцветай. На своем посту Ускенбаев продержался меньше года, до 4 января 23-го. Где и кому он втирает очки сейчас, его официальная биография умалчивает. 14 марта прошлого года на внеочередном пленарном заседании Мажелиса выступал сказочник рангом повыше. Роман Васильевич Скляр, первый вице-премьер. Процитирую. Учитывая значительные повреждения, завершение реконструкции здания Акимат Алматы и ТРК Казахстан ожидается в октябре текущего года, то есть 22-го. Так Акимат выглядел через месяц с лишним после Кантара, 13 февраля, когда на площади республики прошел траурный митинг памяти жертв ненаварских событий. В марте прошлого года Акимат был таким. А вот таким в августе 22-го. Его реконструкцию действительно завершили в октябре, но не прошлого года, как обещал Скляр, а нынешнего, 23-го. То есть спустя целый год. А здание ТРК Казахстан в прошлом мае вообще решили снести. На карьере Скляра его балабольство, в отличие от Ускенбаевского, не сказалось никак. 7 июля прошлого года на брифинге в службе центральных коммуникаций в гонку этих сказочников включился и Аким Алматы Ербулат Досаев. По его словам, до Наурыза следующего, то есть 23-го года, реновация здания будет завершена. Но к Наурызу опять облом. Вот как объяснял его портал Информбюро 3 октября этого года. Изначально реконструкцию планировали завершить в марте 23-го года. Однако из-за непредвиденных обстоятельств и проблем, возникших в процессе работ, сроки сдачи объекта пришлось существенно сдвинуть. Предположу, что непредвиденным обстоятельством стал не только Наурыз, но и внеочередные выборы в Можилиз и Маслехаты, которые прошли 20 марта этого года. Как известно, Маслехаты располагаются в непосредственной близости от тендеров из одного живительного финансового источника, которые проводят Акиматы. А в городском Маслехате Албаты с 2014 года целые три созыва заседал Амиржан Набиев, руководитель строительной компании Атрикс Строй, которая является генеральным подрядчиком реконструкции Акимата. Он баллотировался в четвертый раз и без проблем выиграл эти выборы. А как он мог их не выиграть, если смета реновации Акимата составила более 17 миллиардов тенге? В зависимости от курса эта сумма в долларовом эквиваленте составляет от 35 до 40 миллионов. К Акимату мы еще вернемся. А пока давайте вспомним о судьбе Алматинской резиденции президента, которая была расположена по проспекту Фурманово чуть выше Акимата. В советское время здесь планировали построить филиал музея Ленина. Такое распоряжение отдал в 79 году Дин Мухаммед Кунаев. Строительство началось в 83 году. В 86 Кунаева сняли и по предложению премьер-министра Казахской ССР Назарбаева стройку приостановили, хотя готовность объекта была 90%. В 93 году стройку разборозили, но поменяли ее целевое назначение. Теперь это была резиденция президента Казахстана. Ее ввели в эксплуатацию в 1995 году. После переезда столицы в Акмулу в 97 здание приобрело статус Алматинской резиденции президента. Во время Кантара оно пострадало не меньше Акимата. Поначалу его тоже ремонтировали и восстановительные работы шли вплоть до начала весны прошлого года. Эти кадры я снял с проспекта Фурманова 3 марта 22. А это кадры из репортажа Веры Захарчук на канале Хабар 24 от 15 марта прошлого года. Они тоже подтверждают, что ремонт был в самом разгаре. Однако 2 марта прошлого года Тукаев распорядился снести Алматинскую резиденцию президента. На ее месте будет разбит сквер для горожан. Ломать не строить и здание довольно быстро демонтировали, то есть снесли. Эти кадры из-за забора резиденции я снял 1 августа 22 года. Домика уже не видно. А вот так это место выглядит сейчас. В какую сумму обошлись в казне почти двухмесячные раздумья Тукаева, пока он принимал тяжелое решение снести резиденцию, а все это время шел ремонт, не бесплатный, конечно. История и высшая аудиторская палата умалчивают. Но не будем мелочиться. Миллиард туда, миллиард сюда. Когда у нас экономили бюджетные деньги? Лучше зададимся вопросом, а почему президент решил снести резиденцию, которую открыл его предшественник? Выше Акимата и ниже штаб-квартиры Назарбаевских фондов западной резиденции разбит очень красивый парк. Я там люблю гулять, когда выдается свободное время. Прошлой осенью ко мне подошел человек, представился, сказал, что в начале 2000-х работал вице-министром в двух министерствах. И спросил меня, как вы думаете, почему Акимат восстанавливают, а резиденцию сносят? Хотя резиденция являлась памятником истории и культуры Казахстана республиканского значения, пока ее не снесли, а здание Акимата – это всего лишь памятник архитектуры, подлежащей охране. Я ответил вопросом на вопрос. И там, и там при строительстве использовались примерно одни и те же материалы. Бывший вице-министр подтвердил. И тогда я вернул ему его же вопрос. Ну и почему? Он сказал, Токаев хочет стереть с земли оплот Назарбаевской власти в его, Токаева, родном городе. Ну, версия, прямо скажем, так себе. Я бы в нее поверил, если бы в Аламате до сих пор центральный проспект не носил имя Назарбаева, а Большой парк не назывался бы парком первого президента, и ему там бы не стоял памятник. Впрочем, я ничего не имею против еще одного сквера в городе. Только, боюсь, Досаев сон потеряет. Такой кусок земли и пропадает зря без застройки. Вернемся в Акимат. Экскурсию для журналистов провел лично Амиржан Набиев. И вот, что они узнали. Всего в Акимате 360 кабинетов, рассчитанных на 700 сотрудников. Общая площадь объекта более 33 тысяч квадратов. В здании будут размещены 14 управлений и аппарат Акима. Здание городского Акимата в Аламаты восстанавливалось по старым чертежам 1978 года. Архитектурный стиль здания был полностью сохранен. Восстановлено и отреставрировано мраморное покрытие на полах, колоннах, потолке, а также латунные элементы. Была воссоздана та картинка, которая была в проектном решении 1978 года. Даже конфигурация кабинетов не поменялась. Изменилась только конфигурация общественной приемной. Мы впервые обеспечили в этом здании беспрепятственный доступ для всех категорий населения. Эта зона оборудована по принципу банковского обслуживания. Человек приходит, получает талончик к специалисту, который в оперативном режиме сможет отвечать на обращение граждан. Это я все цитирую Набиева. Ну и другие навороты. Удобство для маломобильных посетителей, то есть для колясочников. Сейсмоусиление, чтобы Акимат выдержал 10 баллов землетрясения. Автоматические системы пожаротушения, которые позволяют в кричащие сроки локализовать огонь. Это, видимо, на случай нового Кантара, Кудай Сактасан, чтобы Акимат не горел, как свечка, как в тот раз. Больше всего я рад за Ербулата Досаева. Он уже успел прославиться своим хамством, когда в ответ на петицию за его отставку оскорбил алматинцев, сказав, что ее подписывали в том числе боты. Возможно, здесь хорошо работают и боты. Смотрю петицию, там есть и те, которые не указывают свои данные и инфамилии. Слежу за вопросами, которые поднимаются, даем не только обещания, но и делаем большую работу. Город – это живой механизм, и каждый день что-то происходит. Мне, как Акиму, важно ваше мнение. Но меня на эту должность назначил глава государства. Он сам принимает решение. Возможно, что Акима тогда просто одолел синдром почтальона Печкина. Извините, я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. А у Досаева кабинета нормального не было. Надеюсь, в таких хоромах Ербулат Аскарбекович теперь успокоится и перестанет напоминать жителям, что его на пост Акима назначил почтальон Печкин. То есть, простите, президент Укаев. Для меня в экскурсии Набиева ключевыми были вот эти фразы. Здание городского Акимата в Ламаты восстанавливалось по старым чертежам 1978 года. Была воссоздана та картинка, которая была в проектном решении 1978 года. Даже конфигурация кабинетов не поменялась. По-человечески понятно желание сохранить архитектуру здания в первозданном виде. Но для меня эти картинки стали символическим сравнением нового Казахстана не только со старым, а еще и с советским Казахстаном 45-летней давности. Как говорится, найдите 10 различий. Главное отличие – это, конечно, то, что на фасаде звезды, наконец, поменяли наши ныраки. Появилось общественное приемное, как отражение слышащего типа государства. Некоторые удобства для инвалидов, фейс-айди, распознавание лиц на входе, ну и другие современные навороты. Совсем от прогресса нельзя же отрываться. А так, даже конфигурация кабинетов не поменялась. Косметическим этот ремонт не назовешь. Но целевое назначение здания принципиально не изменилось. Это одна из цитаделей режима, в котором раньше правил закрытый орден под названием КПСС, затем семья Назарбаева, а сейчас президент-полиглот, очень уставший выдавать себя за либерала. И в эту цитадель граждане приходят в качестве просителей к так называемым слугам народа, которых они не избирали и не нанимали. Но гораздо проще, ярче и нагляднее смену исторических эпох в Казахстане проиллюстрировали в одном безвестном ауле. Там провели реновацию Бюста Ленина, приделали ему на голову тюбетейку вместо кепки и получился Абай. Подписывайтесь на канал Гиперболей, нажимайте на колокольчик, будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И я всегда в конце каждого выпуска благодарю вас за вашу поддержку. Коп-коп, Рахмет. Огромное всем спасибо. Безбергемез, мы делаем Гиперболей вместе. Легче всего послать донат по QR-коду, который вы видите в левом верхнем углу вашего монитора. Также на номер телефона и номера банковских карт Халык и Каспий Голд. А зарубежные подписчики нас поддерживают по системе международных переводов PayPal. Все эти номера и ссылки вы также найдете внизу в описании к этому ролику. Ну а я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Сау Болнасдар! Субтитры создавал DimaTorzok